добрый вечер это михаил лобковский взрослым о взрослых интересно сегодня тема а вот сама презентация дело в том что многие люди испытывают затруднения в таких ситуациях когда им надо устроиться на работу они должны себя продать они себя должны как-то подать заинтересовать как говорить о себе что говорить как вести себя при этом что говорит что не говорит где руки где ноги куда глаза смотрит или такая ситуация вам нужно публично выступить с это мои любимые занятия последние годы я даже когда вот у меня сейчас вот но август будет отпуск большой до дэвэль до работы поменьше я сам себе придумал лекции так вот когда людям приходится выступать многие из них зажимается помните великий эпизод марио помните фильм начала который чурикова играет и на чурикова деревенскую девочка который взял играть жану дарк не жирно не помню конечно это кстати очень хорошо но это великих и там вы есть великий эпизод она такая обычная девчонка значит самой презентации никогда не занималась кино не играла и вот ей нужно монолог жанна дарк произнести и у нее начинается истерика агат мне мешает руки приходят по фирмы режиссеры по жизни режиссеры и муж филов и говорит какая рука правы принесите пилу хватает и за руку и начинает пилить она орет нет все мне уже не мешает я могу забывает о руках и начинает правильно говорить и многие люди имеют ровно тоже проблему да и не простые даже люди а вот я знаю мемуары народных артистов ссср когда они выступали они рассказывали я 40 лет выхожу на сцену и каждый раз они подкашиваются ноги у меня потеют ладошки я дрожу я не могу сосредоточиться я боюсь человек который давно уже велики его все боятся как вы зрители примут так вот друзья мои когда вы себя подаете презентуете продаете когда вы должны что-то рассказать перед публикой когда вы должны устроиться на работу если у вас в этих ситуациях есть проблемы вот для вас это передача звоните спрашивайте что с вами не так вечер добрый алё здравствуйте здравствуйте а здравствуйте всем а меня зовут аля я вся большая ухо михаил а мне очень нравится спасибо вам большое 1 или как мужчина а давайте мы с вами встретимся круто круто тут это можно будет пожалуйста у вас книжку подписать можно слушайте вот это вот чек себя умеет подать вот такие девчонки не пропадут али не жили вас есть проблемы у меня к вам сегодня два вопроса но на самом деле их три третий по книжке но я лично прошу пожалуйста первый вопрос про саму презентацию я всегда когда прихожу какое-то новое место ну реакции чаще всего одинаковое всем кажется что я высокомерная заносчивая конфликтная категоричная но там много характеристик бывает но потом постепенно если это место работы то это больше времени занимает если это какие-то личные отношения меньше времени соответственно потому что люди начинают понимать что не такая плохая сволочь как казалось да но мне это мешает вот именно в первое время а как вы думаете что у вас такого есть что они так к вам относятся муж не просто очень красивая и очень умная и я не стесняюсь этого чертовы завистники вот это да это первая проблема дальше вот второй вопрос про мальчиков и трагер я был первый вопрос я что-то пропустил первый вопрос был мне это не нравится как этого избежать никак надо быть самой собой вести как вам нравится это не ваша проблема хорошо поехали дальше вот второй вопрос я мальчиков и про девочек почему наш выбор женский и чаще всего нас с вами женский выбор почему почему что почему девочки головой выбирает хороших мальчиков а сердцем вот их тянет к плохим как вот это как-то синхронизировать между собой меня тоже в том что у мальчиков та же проблема вот как вы понимаете плохой мальчик это какой вот последний раз я влюбилась в одного мальчика но я не смогла бы с ним жить потому что он хам и грубьян и и я от него ушла потому что он обозвал меня один раз и то есть два вы как-то всем сердцем прямо к нему прикипели да вообще вот прям примагнитила с первых с первых видов так скажем хорошо вот я запомнил ваш второй вопрос давайте третий третий в общем в книжке написано и как там если человек не допускает что его отвергают то у него там какие-то проблемы процитировать люблю тебя прослушать женском исполнении я хочу как саша цепкин чтобы актеры здесь выбирались парида и читали в конце концов все саши цепкин и читают меня еще не давайте сейчас если человек не терпит когда его отвергают ясное дело он понятия не умеет а безусловно и единственно настоящей любви но попробуем это все это какой-то кусок из контекста это от начала до конца предложения хорошо то есть вот вопрос чем дадят лучше полностью конечно же все предложение прочитали нет не все длинная же все давай человек не терпит когда его отвергают и все на приори уверен что должен нравиться людям а для этого должен хорошим ясное дело что он понятием не ну конечно так чем здесь вопросы мой вопрос такой я вот не люблю когда меня отвергает для меня это признак того что не лучше там утренит там написано не терпит они любят только никто не любит когда их отвергает не терпит чувствуете разницу не терпит а окей вопрос встретить я же тоже не терплю как вас проблема ну подождите не терплю в том контексте что если ну если меня отвергают в каком-то месте то я не буду никому ничего доказывать не проще покинуть это место и не продолжать отношения с этими людьми ну хорошо но нет нетерпения дунать когда вы когда это вас равен когда с этой можете справиться когда вы за это страдаете плачет и так далее не страдаю но я думаю все хорошо вам что второй вопрос отвечать и 2 и 3 на 3 же вы меня уже ответили остается 2 освежить салатик про что-то было второй девочки убирают головой срочная ситуация по поводу отвержения когда одна женщина переспала с писателем и говорит слушай я думаю что книжка лучше окажется так вот я боялась что книжка окажется лучше на так что я хочу сказать давайте разберемся со вторым вопросом почему во первых головой мы выбираем одно и то же это я хочу сказать все люди практически исключением совсем уже люди неадекватно головой всегда хотят что-то хорошее чистое большое светлое и у них а у мальчиков и девочек все совпадает все хотят умных добрых широкой души отзывчивых красивых сильных самостоятельных но я не знаю продолжайте список сами я устал но в реальной жизни мы их не хотим либидо нашим о них не отвлекается мы не дрожим не потеем даже не можем поперхнуться когда видим таких людей мы для них быть для но для нас большинство из них такой хороших девчонок и парня это все пустое место и мы на них не реагировал теперь вопрос почему а потому что любовь я об этом рассказываю книги об этом написано это проекция детских отношений со взрослыми а взрослые но есть наши родители они не такие то есть конечно для нас наша мама и наш папа наверно самые лучшие люди на земле хотя я так сейчас произношу фразу и в миллионах автомобиля кто-то закашлялся хочу он несет какой-то пургу я общество отца не помню это алкоголик лучше бы его не было но и так далее а мать зале детский дом но мы берем такую среднюю температуру по больнице песни про маму песни про папа меньше но тоже есть все идеально и но в реально это жизнь они же не идеальны и лишь нас тараканами они могли нас бить могли вас ругать не поддерживать сдавать в интернат и на пятидневку в детские дома могли нам не покупать не собаку не шоколад могли наказывать и не пускать гулять могли наказывать не пускать гулять и не смотреть телевизор могли орать за двойки тройки и даже у отдельных психов за счет за четверки могли орать что таких дебилов свет не видел и он никуда не поступит но короче а могли разводиться и вообще забыть когда вратой дочки день рождения а могли сраться с утра до ночи отец матери так что вы пытались куда-то в угол забиться я понятно пока рассказываю и этих людей вы любили совершенно такой животной привязанностью то есть никак вот взрослые люди так сказать еще с рациональности нет как животное потому что это мама и папа вам три года прошли года и первые большие девочки мальчики в италия девочка я мальчик и тут мы сталкиваемся с такой проблемой что мы хотим вот это детское чувство еще раз прочувствовать это собственно есть любовь но для этого нам нужны такие же отношения с такими же людьми и получается что из-за не очень нормальных отношений со взрослыми настянет там на маргиналов на людей которые вот так лежала что этап хамили два раза на всякий садом а за отношения и так далее я потратил лично я около двух лет для того чтобы полностью изменить либидо и чтобы меня на дерьмо больше не тянуло и не тянет а лет я к вам обращаюсь это все можно сделать но это целая работа а почему так происходит потому что эмоционально мы завязан на тех людей которые могут принести те самые ситуации эмоции переживаний ту самую детскую любовь который мы испытали в детстве отношения не всегда были прекрасными вот без опорыта собак сергей говорит добрый вечер это высказали это большая работа где работать над этим надо как работать что это за люди где мы как вас зовут это аля аля вы еще здесь маля тогда я вас порадую вам пишет что вы прекрасны дождались что вы спросили еще раз а вы сказали что это большая работа чтобы вот синхронизировать голову и сердце да а как и где надо над этим работать но слушать у нас сейчас другая немножко темным коротко отвечу каждый раз когда вы чувствуете как бы вы чеки не любили как вы не были влюблены вот какой-то дискомфорт в один раз говорите мне это не нравится неприятно сейчас повторится я уйду повторяется вы ушли это должно быть как очень наш прямо вот на автомате это касается не только молодых людей это касается начальника это касается ваших знакомых родственников и так далее вот я могу рассказать про себя вот такой эпизод но из последнего что я помню если меня девчонка подружка на и смысле она не дел фрейн просто мы с ней дружим она такой ресторанный как сказать эксперт очень прямо рубит в ресторане а я но это и по фотографии видно люблю поесть и вот она мне звонит и говорит слушай нет я и звоню говорю пошли это с какой-то новый ресторан ага ты знаешь я ты через полчаса смогу сказать я должны на концерт принести билеты если берет перенесут я не пойду хорошо я пока по магазинам ты звание она звонит 5 все пошли и все билетов никаких нету я готовы я пришел в ресторан но я не буду рекламу заниматься не скажу конечно какой хотя подмывает вот заказался еды обложился тарелками время 12 ночи на минуточку пол двенадцатый друг она звонит играть слушай миш билет это принесли прямо сейчас я так мечтал туда попасть я слушай если ты сейчас не придешь то ты самочек просто ведешь я точно такой резкий убываешь такая ситуация но вот так говорю какая ситуация тоже вопрос выбора ты со мной договорился как ты билеты принесли ты переиграла теперь как идиот сижу один 12 ночи в ресторане с кучей тарелок и буду одиночество есть до свидания она пытался чем повесить отношения дергаться мы хоть пошла на концерт а так и должное вот считает что я резкий что так не надо из таких вещей себя вести но по-другому друзья мои вы не научитесь менять свои влечения интересы потому что если вас так в детстве кидали маша ста ворот любит вы любите такие вещи а если хотите избавиться то объективной ситуации такая шишек с вами договорился вы пришли и битвы в одиночестве чеку то время будет музыку слушает но и скотт свои считаю и ими совершенство что это такой товарищ она моя подруга мне нужны такие друзья ваши скажу неприятно но вот так вы должны себя жестко вести али вы меня услышали да и добрый вечер здравствуйте алло здрасьте добрый вечер юля нет лет у меня я своей компании любимой и не попытался идти как работать за белым длинным рублем арену школу потащил меня туда моя подружка беседованием лица на благо мистителем этого директора директора слова мужчина он бы субъектр моего сына понимая что он не совсем себе мне бояться было ничего но что я делала на этом собеседовании пока мы разговаривали беседовали я посмотрела на стол за которым мы сидели они там чай перед этим собеседованием или чай и там листов был усытым крошками я на момент разговора вытирала прости крошки своим собственным свитером рукавом и ладонями причем я этот момент вообще не отрицировала сказала моя подруга что было хорошо все было замечательно ты молодец ну что-то делала зачем ты это делал ваш вопрос как при знакомстве с мужчиной при знакомстве с работодателем быть в этом моменте присутствует фиксировать себя понимать вы знаете я вам расскажу что вы делаете у вас очень видимо высокий уровень тревожности это то что вы рассказываете это показатель это есть такое понятие оральный анальный тип вы скорее всего ближе к анальным это люди которые стрессовых ситуациях не орут например а моет посуду представляет мебель вытирает пыль и так далее это конечно как не сказала вы больше про и заедаете да а но это здоровее как ни странно так вот что вы делаете вот это чувство тревоги заставляет вас совершать какие-то действия а чем я могу сказать я еще не директор в деменции и не в деменции вообще даже на директор бы ко мне приходит пациенты и у меня легкий творческий беспорядок или тяжелый на столе в кабинете где принимаю я и раз в год какая-нибудь дама период типа вас пыль она не стирает то что у меня раз неделю так уборчи собирается там старая печи она начинает параллельно другу ставить предметы на столе так ставите листочки в папочку книжки чтобы углами не торчали в пусту пачку но и какие-то там мелкие предметы на столе она пытается их выстроить по одной линии это то чем вы занимались у директора школе я вам тревога поэтому для того чтобы эту проблему решить вам надо избавиться от первой причины не смысле брать себя в руки не трогать своим свитером чужие столы а что вообще не было даже такой тревожности который заставляет вас совершать такие действия что я выживаю здравствуйте михаил очень боюсь публичных выступлений боюсь что смотря на меня они будут обсуждать мою внешность манеры говорить и т.д. в общем боюсь плохо выразить в глазах других стесняюсь входить вперед а в перевод а вообще прощалась перед тоже вперед пишется века слитно предпочитая оставаться сзади как бороться с этой неверенности как побороть этот страх быть центре внимания века дорогая спасибо за вопрос отвечаю ну я читаю лекция с 20 примерно четырех лет поэтому я наверно привык я даже вам сейчас расскажу когда я первый раз почувствовал что я могу владеть аудиториям сейчас расскажу мне было 25 лет примерно я работал стабильный 43 гимназия при которой снял все нежные воды соловьем вот сына на школе как раз учился он сценарий ты написал а папа сергей соловьев снял кино значит по средам по моему у нас был бери открытых дверей моря по среду были по средам как про это но это смотря вы в какой среде или для меня видели среда по средам я правильно сказал где был в школе господи да так вот значит по средам двери это значит что любой класс любой ребенок может пойти к любому учителю который ему нравится такая у нас была школы передавая вот я у меня значит было второй класс я вел начальную школу и еще девятый десятый класс я вел они были школа была 43 при психфате по моему ленинского института или вы имгу я не помню у них ваще вел но пока был такое общего взрослой психологии то есть 30 детей мой класс еще 60 детей саду примерно из наших классов накануне я очень много пил молодой был и у меня с утра началось похмелье но школа и школа 815 сволочь вынь да положь и я совершенно на рогах 815 захожу в класс открывает дверь а там 90 человек весь мой класс это мелкий понятно они так никуда не уйдут и еще 60 человек старшеклассников то есть с этим 17-18 лет которые там сидят на полу стоят по стенке пока классно рассчитан на 90 детей а я понимаю что не так плохо что не надо как-то похмелиться или пивка выпить или может водочку грамм 50 холодную и лечь спать а мне вместо этого впереди счастливый рабочий день 43 школе я сажусь за стол я помню на руке у меня были ключи на кольце вот этика это дети это не взрослые я сижу 10 минут с закрытыми глазами и молча кручу на пальцы ключи и 10 минут все 90 детей не планили ни звука я тогда почувствовал это счастливое состояние власти над залом 10 их школы студии мхат когда ты можешь вот так вот я думаю интересно если еще час так просижу какой момент кто-нибудь откроет рот и начнется не началось я через 10 взял себя в руки я был добросовестный учитель хоть выпивающий молодой и начал что-то говорить но 10 минут пока я сидел это дети 8 из 16 и 18 лет они все сели спокойно почему это рассказывает потому что не надо думать о том как то вы лишь надо думать о том что ты хочешь сказать и сейчас после двух минут на 1 я к этой теме вернусь пошелить очень интересный вопрос взрослым о взрослых если у вас проблема выступления заключается в том что вы думаете как вы как вот чурикова той фильме начала не мешает руки как они на вас смотрят как вы выглядите действительно правильно прорисованы левая бровь и шиньи он не отваливается ли и шинка застегнута слушать и но вам же реально не до выступлений вы же время будете думать таким по станиславскому внутренним зрением от друга всех задачи на сверхзадачи не информации донести как у нормальных людей на выступление а как бы не обкакаться перед над людьми чтобы хорошо выглядели как это актриса говорит вот эта правая сторона у меня рабочие для съемок как-то правильно встать и так далее и это создает большую проблему вы не можете выступать вы все снаридоточены вот на том как вы воспринимаетесь со стороны вторая проблема еще хуже этой проблемы это когда вы как актер очень любит сказать завоевывайте внимание зала друзьям и не надо воевать с людьми вы чё вы замучаетесь завоевывать внимание зала это тоже идея понравится актер очень любит сказать я прямо такой монолог и в это время прямо слышно как муха летит в зале то есть даже она не летит она уже мертвый лежит от этой тишины извиняюсь зачем это вам вы что с людьми пришли воевать вы что воюете с ними за внимание к себе да если честно почему а потому что когда вы были ребенка вы также пытались добиться интереса и внимание родителей не могли и посвятили всю жизнь актерском мастерству и посвятили всю жизнь тому чтобы вас наконец услышали вы так научились говорить что они вас слышат а не вам аплодирует сайте мария я тут научился значит говорит синическим шепот вот опять сидите в ресторане и кричите официант молчит вообще вас не слышит и вдруг вы так делаете официант подойдите пожалуйста и все реально поворачиваться вот если это внутренним посылом сказать шепотом это и сценический шепот его слышно вообще на улице даже есть такая группа мысила так и у нее солист рубрета дельная и он говорит что он обладает четырьмя октавами шопа я шепот это велико весь я ясно красный га ребят хотите я послал и говорю будьте добры тарелочка так раз два официант да да где уже несу от это я рад пожалуйста тарелка и приборы еще принесите и тогда не туда же головы не поворачивает поэтому я вам что хочу сказать вы не должны воевать с людьми вот почему мне нравится выступает прям настолько нравится и даже свой отпуск еду и выступая потому что я люблю тех людей для которых я разговариваю я пришел потому что они мне нравятся эти люди наверное кому-то не нравится кого-то не интересно но я это делаешь для себя я же это удовольствие получаю а я не хочу понравиться хотя любой психолог сейчас за что то скажите хаваисе хаваисе хаваиса чего лекции почитать в таком объеме да видимо есть потребность признания но момент когда я читаю я не думаю не как я выгляжу не как я разговаривайте как не воспринимает у меня есть реальный материал реальная информация которая хочу донести до людей потому что я их люблю я хочу им помочь мне интересно делиться и так далее и я забываю о том какие на мне ботинки носки трусы как где мои руки в это время как голова ли так далее понимаете потому что я не за этим сюда пришел так вот если вы перестанете думать о том как вы выглядите если вы перестанете бороться залом за внимание у вас все получится и последний момент значит года два назад вот с такой же проблемой на лекции стабляшные лекции меж публичной консультации то есть люди но как бы не просто я что-то рассказывает три часа 10 рассказ там вопросы отвечают там как по радио и и женщина встала и говорит механя такая проблема я не могу я биолог я занимаюсь там онкологии раковыми клетками очень обе вообще не могу ничего презентовать это большая проблема не могу выступать краснею теряю голос и так далее я а сидит зал большой я на сцену вызву она на сцену поднялась я с ней разговариваю вдвоем то есть они на зал разговаривают она меня на разговаривает я не слышно чем занимается но я там занимаюсь радиоизлучением при лечении от логических заболеваний и слушать и но это же такая стрёмная история потому что люди сады со мной их надо лечить другой сады это убивает большое количество и здоровых клеток и она начинает со мной спор 5 вот ничего не понимаю я нет задачи понимать и задача вывести на разговор когда подождите наш простые вещи уж потом они как химиотерапии 4 днезалон туда засунул выпадение волос как михай вообще не понимает что вы говорите и вдруг она начинает не просто говорить а так как вот она дома я не знаю с мужем на кухне спорят коль женщина вот продолжайте только зала повернитесь и она на глазах у всего зала ни разу не сбившись стала всего залу я ее как бы завел до эмоционально рассказывать что они хрена не понимаю в онкологии не так это вредно этого пози вопрос выбора из приоритета и так далее так далее минут 10 зале просто аплодировал что я очень поддержала из-за чего она получилась от выступления удовольствия почему она переключилась с желанием завоевать внимание как женщина спросить как она выглядит на конкретный разговор какой-то дебил психолог лезет на ее территории пытается с ней обсудить то есть проблема онкология химию радиотерапия там медикаментозного лечения так далее она мне как идиота объясняет что это вот так вот это вот вообще неправильно понимаете она делом занимается конечно я жене до зала в ней все нормально получается вы должны переключиться вот внутреннего контроля на тем что вы хотите сказать добрый вечер алё алло здрасте добрый день меня зовут ольга я дикатерина другом очень рада михаил урга у меня такой вопрос я в принципе не боюсь выступать лично выходить первое когда мы там собираемся все в компании вот работа я достаточно хорошо у меня возникает другая проблема я не могу выдать методичных валит то есть когда у меня начальник начинает присягать вот это ее заслуга это она молодец и там мы достигли каких-то показателей я начинаю смущаться перестань я вроде бы ни при чем сама собой сложилось это вот чем цианин и как правильно вообще принимать рассказ связано с комплексами с неуверенностью с низкой самооценкой вы не верите что вы достойны чего-то да и когда вас хвалят вас видимо в детстве не очень хвалили для вас это не очень непривычно стесняк как бы стеснительные до состояния вы себя не очень комфортно чувствовать этот момент то есть вы как бы этого не привыкли теперь у меня же есть четвертое правило затем а четвертое правило не отвечать когда не спрашивает вот ты молодец это она придумала тоже не вопрос правильно но сейчас сидите на попе ровно и молчите важно чем не спрашивает а что вы будете чувствовать если вы привыкнете так себя вести то будете чувствовать себя прекрасно вы начинаете реагировать понимаете ой типа ну что вы но это не я вытащили а зачем а где-то вопрос никакого кому вы отвечаете важно не о чем не спрашивает но люди считают что это вы вам же приятно правильно ну да конечно не все а внешне вы можете молчать и ничего не говорить то что нет вопроса михаил добрый день скажите пожалуйста как замедлить свою речь во время презентации или совещания постоянно переживаешь если вы ведь медленно люди подумаешь и нечем сказать или застут но с моей скоростной риториках и саду засыпает под конец спасибо за ответ ну короче не надо ничего не замедлять не убыстрять темп речи кроме вашего темперамента напрямую связан с состоянием в этот момент когда вы говорите понятно что когда вы волнуетесь ваша речь конечно же убыстряется когда вы расслаблены она не то что медленная она спокойная становится я в свое время такие эксперименты встают так как ко мне приходит же но пациентов там невротики многие из них как ирина зеленая марини фонтка буфер у меня выходной выходной вот так и я так просто ради эксперимента говорил очень давящий очень медленно и смотрю через некоторое время человек начинает говорить в таком же темпе но мне это комфортно я думаю сечеку даже давление замерят и не дождали не нормализовалась прошли ли которые так как вырвешь и павлов лампчика при темпах потухнуть ярко горит и дощем быстро таскает сгорают с этой эмоциональностью с экзальтации и так далее вот вы должны говорить в том темпе в котором вам спокойно и в котором вы себя чувствуете комфорт опять чем ваша проблема вы начинаете смотреть на себя глазами собеседника а вдруг они заснут а вдруг они не поймут а вдруг им будет скучно и так далее не надо об этом думать и дня о своей речи вы тоже должны думать вы должны думать о той содержательной стороне того что вы говорите что вы хотите донести информацию вот главной вашей речи тембе с роли не играет мы одну тему вообще сегодня не разбираем она очень важная еще более важное чем публичное выступление это устройство на работу я коротко таких вопросов нет я просто я сам инициирую я вам расскажу следующее во всем мире есть курсы на которых людей обучают не только вести себя на собеседованиях но и правильно писать автобиография дело в том что большинство людей считает требования автобиографии это тупое перечисление место работы учебы сегодняшнего дня и в глубокое детство то есть первый пункт автобиографии я работаю сегодня последний детский сад который выходил в детстве друзья мои все не так в чем искусство написания автобиография что вы пишете не сухими годами где вы учились на кого учились чем вы владеете это как это в 90-е годы английский со словарем пока свободно еще были языки помните языки море excel а также говяжий иногда очень вкусно я смешно да так вот я что хочу сказать друзья это под работодатели пишется специально как бы то но так подано что например вот вы претендуете на какое-то конкретное место на какую-то должность это конкретная компания и вы свое образование и свой опыт работы уже подаете под интересы этой компании они просто перечисляйте ну и когда вы разговариваете на собеседование вы смотрите в глаза вы не отворачиваетесь вы не ваетесь вопросов вообще когда человек говорит правда это всегда выигрышно но что я вам хочу по этому поводу сказать ольга молодец добрый вечер михаил как мужчина мне тоже нравится как грамота составит резюме не сдуться на собеседование но вообще ольга для того чтобы все было грамотно надо не бояться потерять работу потому что у вас здесь нет таких радио курсов устройства на работу хотя может какую-то один раз темп и сделал а смотрите у нас ни одного звонка нет по этой теме я не знаю кому это вообще интересно вот как выступать много звонков как вот писать и как следование ходить вообще пока тишина но если вы говорите заранее что вы точно знаете что вы хотите я имею ввиду место на этой работе то есть ваш статус и деньги которые хотите получать и если это нет на этой работе вам не предлагает то работа до свидания когда вы с таким подходом приходите вас когда все возьмут когда вы цепляетесь за работу когда вы да что там далеко ходить я пример простой приведу и нот у меня от телеканал очень много предложений и даже с какими-то можем начали сотрудничать но есть один телеканал который нужен мне потому что я читаю лекции за границей в частности в израиле да и в европе тоже есть такой канал в россии не показывает называется на ртв и многим он известен его показывает везде как бы один из самых главных русских русскоязычных каналов значит за рубежом и у меня есть знакомы которые работают я говорю слушайте мне бы это самый на этот канал попасть и когда они приходят узнать а михаил хочет вам на ртв это вертили это общение канал и такая немножко художественная самодеятельность и денег вообще нету только вас окологает так ну хорошо но пусть он пришлет какие-то форматы телевизионные а последний был шедевр еще круче слушать и но передайте но не до него сейчас понимаете когда телеканала хотят меня они бегают за мной и уговаривают на любые условия когда ты хочешь то ситуация меняется вообще другое отношение если вы ведете себя как чек заинтересованы но точно знающий что он хочет этого не будет то есть как бы вы не нуждались в работе вот ваш внутреннее состояние готовности идти дальше искать работать вам не понравится делать работу дат или очень сговорчиво у нас там и хочет почему а он хочет иметь уверенную в себе человека чтобы можно был на него положиться уже тоже живой человек его нужен такой подчиненный который он может спать спокойно этот вы вот ну с из кадр все сделаете а когда вы начинаете все себя как ребенок в это очень напрягает через пару минут договорим взрослым а взрослых 1 спасибо мария за прекрасные песни обожаю добрый вечер я думаю секретарши ответят как вас зовут меня на плену очень у меня как раз вопрос по профессиям по работам по собеседованиям потому что я уже на протяжении двух лет после учебы то работаю то ищу работу очень много собеседований обходила и мне кажется у меня проблема в том что излишне честная с работодателем кое-где нужно приврать своих там они большом можно сказать что вот он там такой средний а я вот говорю как есть причем я так швыряю эту правду в лицо когда уже себя там не контролирую таких стрессовых ситуациях я начинаю выдавать правду а так она спокойно в ради встречи все время не пойму в чем здесь прикол только в стрессе на правду говорите обе стресс обманываете стараюсь честно и быть до собой с людьми поэтому на собеседованиях то же самое и поэтому много отказов много неудач потому что говорите правду от этого много неудач чушь за правда какая что вы сидели потому что освобождение но на пример фотошоп недавно проходила три дня в стажировке по пару часов центре и там программы надо знать и фотошоп например а пришла в другой копий центр так улицу зашла говорю вот и не нужны сотрудники она такая фотошоп знаете она такая минимальные знания она такая тут когда очередь там продавали на типа ему сразу напишите ваш телефон иначе что перезвонил на такое ощущение что как бы но вы же не можете устраиваться на работу в местах где это относится к минимальному набору требований если она что например устраиваетесь извинить водителем автомобиля в этом машина водит и не не вожу сюда но так было может нас хочется как-нибудь нельзя давайте вы чем хотите заняться я надеюсь уже за два года наконец пришла к тому что я в школу пойду психологом я уже на самом интересном месте то есть я так понимаю когда человек уже вообще не счет них не феет ему надо идти в школу психологом да просто психолог все что согласен значит проблем с публичными выступлениями у даши из магитогорской нет как и нет проблем с bars им дороже как с этим бороться для этого дашенька надо понравится только одному человеку он это даши из магнитогорская как только вы ей понравить смас oppose желание нравиться другим людям не интересно слушать как это побороть а здесь такая же история как из даши когда вам будет интересен только один человек которому интересно послушать он был служит интересной другим людям этот человек вы сами пока вы себе не интересно вас во-первых ощущение что вы никому не интересно но самое главное что вы недалеки от правды как бы вы не были умны вы будете так разговаривать что другим будет тоже не интересно я вам скажу так у меня достаточно богатого по чтению лекций я еще выступал 25 лет в обществе знания был такой советское время общество знания читал лекции и за эти годы я понял такую вещь есть люди гениальны и совершенно выдающегося ума ученые но слушать их нереальто вы уйдете через пять минут они говорят на одной ноте например такая вот знаете одна струна и раз три минуты кто-то по ней так пальцем ударяет и этот тон вообще не меняется до конца выступлеть слушать это невозможно почему то что человек он как бы ученый но он не лектор как сковорать им ты филипропагандистом состоянии не быть это еще способность определенная говорит здесь у нас еще две секунды вообще не то время 30 секунд просто я как-то был в стихи на стихийные лекции в гостях тель-авиве я был шоке когда чека реальная способность какой рак лиандронику просто сходу раз и такие вещи рассказывает что все с открытыми ртами но друзья мои за один вечер сегодня расскажешь я вас целую и до следующей недели